здравствуйте вы на канале антик нарисуйка и сегодня у нас урок про перспективу я еще хочу вам сказать спасибо что вы подписываетесь на мой канал ну что начнем каждый художник должен уметь изобразить предмет так чтобы тот выглядел объемным они плоским словно по поверхности бумаги на которой нарисован для этого художник пользуется приемом называемым перспективой перспектива используется не только за тем чтобы нарисован предмет казался трехмерным но также и для создания иллюзии как будто он находится ближе или дальше зрителя или же для того чтобы у смотрящего на картинку следовало ощущение пространства вот это вот кирпич нарисованный без использования перспективы это называется горизонтальной проекцией этот кирпич нарисованы с использованием перспективы это называется рисунком с перспективой здесь вот такую линию горизонта с тем рисуем линии здесь широкие здесь уже уже к линии горизонта продолжаем дальше рисовать линии и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Теперь будем рисовать зеленый трафт. У нас же зеленодорожный рест и положенное порогнили. Там плоская поверхность. Простираться в те стороны, так далеко, как только может достигнуть взгляд. Вот эта линия называется линией горизонта. Мы можем считать горизонт именно сплошной линией. Это действительно так. Хотя какой-нибудь объект, гора, здание может частично или полностью заслонять его лид. Все же горизонт остается на своем месте. И вот мы стоим между двумя блестящими рельсами и смотрим вдоль же зеленодорожного полотна. Рельсы уходят по ранению все дальше и дальше, пока не достигают горизонта. Они пропадут из виду далеко-далеко. Место, где они скрываются из виду, называется точкой схода. Вот это вот. Теперь посмотрите вниз себя, под ноги. Вы видите железнодорожное полотно. Поднимите взгляд и посмотрите на 15 метров впереди себя. Вы по-прежнему видите железнодорожное полотно, хотя сейчас вы не гляните прямо на него. Затем взгляните прямо перед собой. Вы видите, как железнодорожный путь словно уходит вверх на высоту вашего глаза и пропадает вдалеке на линии горизонта. Эта высота называется уровнем глаз. Таким образом, горизонт и уровень глаз в данном случае это одно и то же. Теперь сядьте на шпол и оглянитесь вокруг. Вы обнаружите, что уровень глаз понизился. Линия горизонта тоже кажется расположенной ниже в соответствии с изменением уровня глаз. Теперь мы можем понять, почему рисунки, на которых изображен один и тот же угол комнаты, выглядят по-разному. Все зависит от того, как рисовал художник, сидя на низком стуле или же его пришло творить, сгромоздевшись на стремянку. Восота взгляда при рисовании является важным фактором. Запомните, мы используем перспективу для рисования кирпича, чтобы он выглядел объемным предметом. Горизонт – это удаленная линия, на которой все сходится. Точка схода – это участок горизонта, на котором железнодорожные рельсы пропадают из виду. Уровень глаз – это высота ваших глаз независимо от расстояния. А вы подпишитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok